В селе Каркирос ко дню республики ввели в строй новый четырехэтажный жилой дом на 48 квартир. Он построен в рамках ведомственной социальной ипотеки. Большую часть квадратных метров на выгодных условиях распределят между работниками дорожно-строительного предприятия, на чьи деньги было возведено здание. Также в новострое поселятся дети-сироты. Евгений Ракин поздравил новоселов. Вот они, первые счастливчики, обладатели новеньких квартир в самом центре Каркироса. Дом под стать адресу Московская, 18. Пластиковые окна, электрическое отопление. Так что температуру в комнатах смогут регулировать сами жильцы. Водопровод и канализация уже работают. Рядом детская игровая площадка со специальным покрытием и скамейками, как на Невском проспекте. Несмотря на такой элитный вид, цены на квартиры весьма скромные. Всего 15 тысяч рублей за квадратный метр. У меня единственный шанс. Это мой единственный шанс купить благоустроенную квартиру. Потому что даже на вторичном рынке очень дорого. И мне не по карману. А здесь все-таки 15 тысяч за квадратный метр. Нормально, по силам. Даже я могу справиться. Выгодные условия стали доступны в рамках ведомственной социальной ипотеки. Таким образом, заказчик, дорожно-строительная компания, решила простимулировать своих сотрудников. 48-ми квартирный дом построили исключительно на деньги предприятия. Впрочем, и местные власти тоже внесли свою лепту. Ну, вот такой дом построить и прочее, без государственного частного партнерства невозможно. Почему? То есть, если не будет участвовать администрация, не будет участвовать. А в чем она может участвовать? Она участвует в инстрафруктурных проектах. То есть, она нам землю дала за копейки. Она с сетями помогла тоже, приемницам. Это же все ложится на квадратный метр. Поэтому, вот без всего этого, тогда был Самойлов, депутат. Вот это все наложилось одно на другое. Опыт дорожников нужно перенимать и другим предприятиям, заявил Евгений Самойлов. Жилье должно быть доступным. Сенатор от Коми лично контролировал ход строительства. А сегодня приехал поздравить новоселов. Квартиры не бесплатно раздаются, но 15 тысяч рублей за метр – это та цена, которая в таких домах, я насколько знаю, в Соктовкаре или где-то так, в окрестностях ее нет. И любому работающему человеку она вполне по силам. Поэтому почти все квартиры уходят именно сотрудникам. Что-то идет для сирот, что-то идет с администрацией. Но основная цель, еще раз, это стимулирование и привязка сотрудников. Поэтому компания эту задачу решила. 34 квартиры распределяют между работниками дорожного предприятия. Две передадут районной администрации. Еще в четыре, уже с полной отделкой, заселят детей-сирот. Кстати, это первый жилой многоквартирный дом, построенный в Каркеросе за последние 20 лет. И это только начало, заявили власти района. В течение ближайших двух лет в райцентре должны появиться еще четыре подобных дома. Причем часть квартир муниципалитет намерен выкупить для нужд детей-сирот. Евгений Ракин, Владимир Шишко, у нас телеканал Юрган, Каркероский район.